Всем привет! Вы на канале Джина в Корее. Сегодня я еду на путем к своему гинекологу и возьму вас с собой. Я предвкушаю уже наконец-таки сделать УЗИ, увидеть малыша. В Корее УЗИ делают на каждом приеме. Не удивляйтесь этому в Корее, это вполне естественно. И ничего плохого врачи в этом не видят. Так что совсем скоро я увижу этого малыша. Нам сегодня ровно 25 неделек. Я, кстати, в первый раз еду на машине в больницу. Обычно я добиралась на автобусе, как у меня не было корейских прав. А сейчас я впервые еду. Это так классно, потому что не нужно на автобусе ехать больше часа с пересадкой. Очень удобно иметь машину, иметь права. И очень рада, что наконец-таки их получила. Очень долго тянула. Не знаю, почему я так откладывала, но реально моя жизнь упростилась. Я сама буду заезжать в этот лифт для машин. Надеюсь, я нормально заеду, нормально выеду. Так, смотри. Всё. И двери закрываются. Прикольно так. Он движется. Ну всё, можно выезжать. Мне нужно на четвертый этаж. Скорее, это этаж обозначает буквой F. С мальчик. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну а также в кабинете врача каждый раз там делают обычные УЗИ Вот мой врач сидит в этом кабинете Ну все, прошел час, с тех пор как я выпила этот сладкий сироп Сейчас буду сдавать кровь в этом кабинете Субтитры сделал DimaTorzok 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 Дальше теперь я могу выездить сама на машине Поэтому покушаю Мне очень хочется есть Я еще ничего не ела Из-за анализа крови нельзя было кушать Поэтому Я жутко голодная Не зря я с собой взяла банановое молоко Сегодня с утра его приготовила в блендере У нас бананы портились Я не люблю выкидывать продукты Поэтому использовала их И не зря Так как я выпила уже Больше в полной бутылки Мне стало реально легче У меня уже не трезет от голода Как было до этого А вот и кафе В котором мы с мужем часто ходили Вот после каждого приема В третьем премистре мы ходили на прием каждую неделю Вот до сих пор у меня традиция Здесь обедать Так я наверное скорее всего буду то что я обычно ем Заказала чикен майо Это курочка с рисом с майонезом и соевым соусом Очень вкусное блюдо Мне принесли мое блюдо Вот так вот оно выглядит Называется чикен майо топ-пап Здесь у меня закуски Их приносят всегда бесплатно Супчик тоже принесли бесплатно И столовые приборы В корейских кафе Вот они палочки Вот ложка Салфетки Есть все необходимое Хочу теперь взять кофе с собой Чтобы пить в машине Выбор большой И просто посмотрите на эти сэмплы Они так красиво выглядят Но я такие уже пробовала Это просто слипнись попа Они настолько сладкие Что можно заработать себе сахарный диабет Поэтому я скорее всего остановлюсь на Обычном американо со льдом Я думаю, что я так и не знаю Я знаю, что я хочу Обычном американо со льдом Омблядь Я уже дома, почти допила свой кофе по дороге домой. Результаты анализов будут через неделю. Мне должно прийти сообщение на телефон. Думаю, что сахарного диабета у меня нет. Но у меня есть предрасположенность по линии мамы. У бабушки сахарный диабет не в сильной такой форме. Она не сидит на инсулине, но предрасположенность все-таки есть. Так что мне нужно есть меньше сладкого. Хотя я себя сдержать не могу. И сейчас вместе с кофе я буду есть такой энергетический батончик. Он мега сладкий, очень вкусный, с орешками. А вообще я хотела на 25-й неделе показать свой живот. Я не знаю, вам видно или нет. Вот такой вот он большой. В одежде не особо видно. Но если вот поднять кофту, видно. Такое чувство, что я вынашиваю двойню. И не я одна, кстати, это замечаю. Но все-таки у меня третья беременность, третий ребеночек на подходе. Так что понятно, почему живот большой, больше, чем первую и вторую беременность. Но многие мне говорят, ой, у тебя двойня, когда узнают мой срок. Я говорю, нет, всего один. Люди удивляются. Ну да ладно. На этом я прощаюсь с вами. Кто не подписан, подписывайтесь обязательно. Кликайте на колокольчик. Увидимся с вами в следующем видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok